Извиниться перед Маргаритой Симоньян, это я не знаю, это даже не поцеловать дьявола под хвост, это поцеловать что-то другое, что-то гораздо менее значимое. Вот этого я не понимаю. Как можно? Это же значит придать Маргарите Симоньян статус реальности, статус чего-то реально существующего. Наши все беды, понимаете, многие беды. Именно от того, что мы несуществующим людям, ничтожеством, профессиональным, нравственным, придали статус реальности. В то время, как надо было просто сказать, тень, знай свое место. Мы с ними боролись, мы с ними полемизировали. Тогда как это, понимаете, хочется вспомнить цитату из Макбета. Они не стоят слов взгляни и мимо. Там так сказано о пузырях земли. Все эти пузыри земли, графоманы, созданные нашим снисходительным отношением, нашим чувством вины. Ну ладно, он провинциал. Ну ладно, у него было трудное детство. Ну ладно, он много пил, но потом одумался. Мы пытались быть снисходительными. И эту снисходительность используют теперь для того, чтобы нам годить нагло. Ну, ребят, ну за что извиняться, когда она сказала о взрыве над Сибирью? Мы это все помним. Тень, знай свое место. Вот те слова, которыми надо реагировать на эту публику. И тогда и Z-литераторы, и кинематографисты, которые пытаются тут оценивать фильм о Пингейме, будучи сариками Андреа Осяновой. Ну, понимаете, ребят, ну что это такое? Ну, любой профессионал их отменяет одним движением пальца. Давайте все-таки относиться к миру более серьезно. Давайте видеть серьезные опасности. Мы живем на грани мировой войны. Что нам там какие-то российские писки с болот? Не будет выступления Венедиктова. Вот на Израиль взяли, аль-Джазиру запретили. И, в принципе, вот как бы, вот я их понимаю с точки зрения военного времени. Ну, вот эта вся вот сволота, которую сегодня требует, требует сегодня поражения России, ее на этом свете быть, наверное, не должно. Они в действительности хотят от нас от всех избавиться. И Гурулевым таким вот просто исследуют почву. То есть, ну-ка скажи, Гурулев, что мы хотим вас всех тут перестрелять массово. Это что за вбросы? Или просто это отдельно взятое сумасшествие одного не очень сообразительного депутата? Нет, ну, им, конечно, надо чем-то заполнять эфир. Я всегда вспоминаю в таких случаях замечательную реплику Варвары из Грозы. Варвара – это такая альтернатива Катерине. Катерина честная, а Варвара такая конформистка. Она говорит, да пропускает и мимо ушей, ведь ей надо бы наше что-нибудь говорить, когда она говорит про кабанюху. Им надо бы наше что-нибудь говорить. Им надо засорять, чтобы, грубо говоря, засирать мозги сограждан вот этим всем ядом ненависти. У них нет ничего, они ничего другого израгать не умеют, тем более что, я уверен, что любая попытка поговорить с депутатом Гурулевым на какую-нибудь узкопрофессиональную тему, показала бы его полную некомпетентность во всех сферах жизни. Вот, понимаете, с людьми старой закалки, еще с теми коммунистами 90-х или с какими-то зюгановцами, или даже с макашовцами, среди них были люди, по крайней мере, с советским образованием. Чем занимался Гурулев и каковы его профессиональные компетенции, я решительно не понимаю, потому что человек с минимальным образованием такого эфира бы не понес. Теперь второй вопрос, более серьезный. Действительно ли они хотят убивать? Как говорила одна женщина, пережившая Холокост, серьезно относитесь к угрозам. They mean it. Если они обещают вас убить, они имеют это в виду. Я полагаю, что в ближайшее время, это скоро будет при нас, значительную часть прямого эфира будут занимать пытки в прямом эфире. Просто будут брать кого-то, не обязательно из оппозиции, кого-то из себя, у них тоже случаются оговорки. Понимаете, кого-то недостаточно активного, недостаточно быстро перекрасившегося, и просто пытать в прямом эфире. Каленым железом там или иголкой под ногти. Большой диапазон. Это надо с Невзоровым обсудить. Он любит такие темы. Говорю со всем уважением, потому что он как раз умеет воздействовать на физиологию слушателя. А пытки в прямом эфире. Это уже было во время опричненной публичной пытки на Красной площади. Сейчас вот установили памятник Муравьеву-Вештелю. Одну из самых мрачных фигур в русской истории, который подавлял в 63-м году польское восстание, чем добился невероятной консолидации общества. Тогда вот Герцен написал свою руковую фразу «Мы оставились в меньшинстве, но это не значит, что мы должны предать себя». Так вот, Муравьеву ставят в заслугу, это многие публицисты сейчас, Холмогоров ему оду спел. Прости, Господи, что я Холмогоровское имя в приличном эфире поминаю, но как этого не сказать? Давайте для будущих судов фиксировать эти роскоши. Что Муравьев прибегал к публичным казням, и этим смог очень сильно подействовать на поляков. Мне присылают горстями эти цитаты. Публичные казни Муравьева-Вежителя теперь ему ставятся в заслугу. Были свои трагические эпизоды. Некрасову пришлось ему написать целую оду, для того, чтобы не закрыли современник. Но Муравьев отнесся к этому без уважения и сказал «Прежде вам было думать, господин Некрасов!» И закрыли современник. Все равно ничего не спасет. Никакими компромиссами, никакими увольнениями артистов ничего вы, ребята, не спасете. Но проблема в другом. То, что публичные казни ставятся сегодня в заслугу. И мы обязательно увидим в эфире Соловьева, а потому что, а что еще делать с Соловьевым, все остальное уже попробовал. Уже он дрался. Уже он несколько раз пытался побить людей, которые говорили не то, что ему нравилось. Может быть, это была имитация, может быть, договорные матчи. Но то, что мы увидим пыточные застенки в прямом эфире, я в этом абсолютно убежден. И у меня есть тайная мысль. Я знаю, зачем это. Это за тем, чтобы, когда это все закончится, никакая ностальгия уже не была возможна. Никаких разговоров типа «при Путине был порядок», «да Путин поднял нас с колен». Надо идеи ксенофобии, национализма и национального самообольщения и пыточных репрессий скомпрометировать так, чтобы ни одной гадине не приходила в голову мысль о ностальгии по этим временам. Тут недавно один писатель, не буду его называть, тоже не хочу эфир пачкать, сказал, ведь вот они вернутся, все эти быковые из эфиры, и нас всех запретят, потому что они ведь нас ненавидят. Ну, конечно, вы-то их любите, да? Конечно, запретим. Конечно, не просто запретим. Я вам честно скажу, мне все чаще хочется повторить золотые слова Владимира Зеленского. До Бучи я не верил, что могу убивать, а сейчас верю, что могу. Я вот хочу эти слова повторить в адрес Маргариты Симоньян. Вы уж простите, что я так часто ее упоминаю в Суе, но дело в том, что буквально за 15 минут до нашего разговора останкинские птички донесли, а я увидел фрагмент последней программы Маргариты Симоньян, которую она с Тиграном Киасаяном делает, выпускает на канале НТВ, называется ЧТД, где, собственно, те самые останкинские птички мне рассказали, что действительно Симоньян и Киасаян дали распоряжение десятку редакторов по тегу Пугачева искать в архивах всех обитателей вот этой останкинской иглы пропаганды любое видео, которое, как бы то ни было, бы скомпрометировало Пугачева. И вот они нашли. Они нашли, как Пугачева осаждает военную в Чечне, и Маргариты Симоньян уже дала этот фрагмент в своем эфире в качестве оправдания терроризма. И кажется мне, что Маргарита Симоньян вот в эту сторону думает, но я хочу напомнить зрителям, что террорист Владимир Путин оправданием терроризма, соответственно, занимается сама Маргарита Симоньян. Простите мне, Дмитрий Львович, вот такое небольшое отступление. Вы послушайте внимательно и постарайтесь слушаться в каждое слово, и постарайтесь слушаться в него так, чтобы у вас не начали играть желваки, и сжиматься кулаки, и подступать к горлу рвотные рефлексы. Каждое слово, что эта женщина говорила во время теракта на Дувровке. Все против войны. И поэтому мы еще, так сказать, и не играем эти спектакли, чтобы тоже, так сказать, выразить свой протест против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны. Чеченскую тему им не надо бы трогать. Я могу сказать, почему. Это для них тема очень скользкая. Ведь по большому счету Чечня была борьбой с сепаратизмом, с сепаратизмом в России. Я совершенно не одобряю тех методов, которыми эта война велась. Я совершенно не одобряю насилие над членами, скажем так, федерации, участниками федерации, которые хотят из нее выходить. У нас вообще-то записано в Конституции право нации на самоопределение. На нем еще Ленин и его соратники настаивали. Ну и вообще задуман, Советский Союз был гораздо на более свободных основаниях. Ленин с Арженикидзе по этому поводу чуть не до драки полемизировал. А Сталин так и просто подрался. Но если вернуться к проблеме, то ведь по большому счету Чечня была в чистом виде борьбой с сепаратистами, с людьми, которые захотели выйти из России. А простите, пожалуйста, ваша демагогия, уже ясно, что подлая демагогия, про детей Донбасса, которых бомбили 8 лет, после того, как вы же подожгли Донбасс, потому что Гиркин все время писал, дай бог ему, конечно, дожить до справедливого суда, лучше бы до ГАГи. Гиркин все время писал, что местное население совершенно не хочет воевать. Это мы подожгли войну. Вы подожгли Донбасс. И вы после этого борьбой с сепаратизмом в Украине возмущались, потому что как это смеют не давать нациям право на самоопределение? Хорошо, в Чечне вы что делали? Особенно, если сравнить это с тем, что проделывала украинская армия в Донбассе. Потому что то, что было в Чечне, те зачистки, те фильтрационные лагеря, благодаря подвигу Анны Политковской, это очень хорошо документировано. Я, кстати, думаю, что имя Анны Политковской тоже лучше бы этим людям в суе не поминать. Потому что она задокументировала такое, что, по большому счету, служит им приговором еще и сегодня. И если вы сами это творили, почему вы не даете киевскому режиму бороться с сепаратизмом? Почему вы осуждаете его с нравственной позицией? Я читал у одного утра так очень просто, он очень откровенно сказал, потому что были мы, а это они. Ну, так давайте тогда прямо скажите, что у вас гонситутская мораль. Один тоже писатель постоянно повторяет, я за русских, за права русских, я всегда буду оправдывать русских, потому что они русские. Ну, простите, пожалуйста, чем это отличается от самого примитивного нацизма? Почему вам можно и нужно бороться с сепаратизмом для наведения порядка? А киевский режим не имеет права, тем более, что ваш Владимир Путин с предельным цинизмом сам сказал, а мы впереди поставим женщин и детей и будем за их спинами стоять. Ну, вот что это такое? Как это называется? Это, видимо, тот предел морального падения. Я все время пытаюсь понять логику Господа, почему он это попускает. Опять-таки, для того, чтобы не было сомнений, как говорил Петр I, дабы мерзость каждого видна была. Понравилось это видео? Поставьте ему лайк и подпишитесь на канал Ходорковский лайф. Так мы вместе приближаем не только мир, но и Гагу. Субтитры сделал DimaTorzok